Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников-скульпторов с описанием по книги Великие музеи мира. Леопольд Карл Мюллер. Нафуса. 1886 год. Холст масла 80 на 60. Леопольда Карла Мюллера. Современники называли египетским или восточным Мюллером. Он являлся самым значительным и успешным художником-ориенталистом Австрии. Живописец много путешествовал по Востоку, написав большое количество картин на тему жизни, быта и природы загадочных и малоизученных европейцами восточных стран. На данном холсте изображена женщина из берберского племени Нафуса. Несмотря на то, что произведение является этнографическим портретом представительницы экзотического племени, оно абсолютно европеизировано и написано по правилам европейской академической живописи второй половины 19 века. Художник следует традиции изображать восточных женщин адолистскими, чувственными прислужницами шеев. Вот такое описание по книге Великий музей Мира. Работы Леопольда Карла Мюллера Нафуса. 1886 год. Пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова